Что расскажешь, шашлычник? В общем, приехали в школу к Михаилу Портному. Михаил Портнов хороший человек, оплачивает всем жилье, оплачивает всем еду. Вот заплатил сейчас там за вино, за еду. Ну, гуляем? Да, это причем в каждой группе, это заведено у него так. Он иногда машины некоторым дает, но в основном велосипеды. Потому что и так жильем уже обеспечил, он рядышком, конечно. И когда заканчиваешь курс, он каждому дает 5 тысяч долларов на стартап, потому что тебе это нужно, поехать, найти интершип, найти работу. Что ты скажешь хейтерам, которые не любят школу Михаила? Они не любят, потому что он им не дает 10 тысяч. Они завидуют просто, да? Завидуют, да, они потому что знают об этой ситуации. Но самое важное, что нужно именно у Портного, почему он это дает некоторым людям, вот эти деньги на еду, на бухло, то есть всех вот собирает, это вот, вот Димасик знает. Это закон Портного, 3 месяца отсидеть в Сильвер-Рома и получишь 115 тысяч. Это прямо априори. На первом занятии мы это проходили, он приводил кучу премьеров. 3 месяца, 115-кей, алгоритм. В общем, Михаил, спасибо за шашлык. Да, спасибо, Михаил. Мы очень рады, что попали в вашу школу. И за наши оппортунити. Да, наши оппортунити в ваших руках. Спасибо за 5 тысяч, которые даете после. Я поднимаю этот виноградный сок. Да, тоже, честь. А, Михаил хорошо маринует шашлык, выдает каждому утром. Вечером ты можешь уходить в парк рядом со школой, за пожаре. Пассейн поплавать. Он платит за уголь всегда. Это просто, ну, есть дрова, ну, как дрова. Компьютеры старые, мы их как бы разжигаем здесь. А они готовят нам здесь еду. То есть, 50 долларов за показ он платит каждому, кто покажет флаг. Я сюда, я. Что, тоже полтенек хочешь? Еще один хочу. Вот, сотка, сотка, две, триста, четыреста. Вот. Портов обещает каждому Теслу. Тесла после трех песен. Подождите, Тесла проехала, подождите. Секундочку, Тесла сейчас проедет. Секунду, сейчас Тесла проедет. Что? Еще так же там женихов, там, невест, не знаю, все, все включено. Почему ты меня на невест показала? Потому что костик. Ну, есть у меня текущие заболы, ну, как бы, чё? А волосы, волосы, одни чего стоят. Волосы, чем у меня. Вот смотри, что вот это, посмотри, у тебя теперь. Я сейчас покажу. Подсвечу, подсвечу. В общем, Портов, как всегда, молодец. Аплодил все. Миленький, привет. Здравствуйте. Чего там, как в следующий день после вчерашнего, в воскресенье в школе? 115 кей ждешь? Да нет, как бы не ждем. 115 кей. Чего их ждать? Они уже стопудово будут. Михаил увидел это видео, сегодня утром позвонил. Он говорит, Никитос, ты что-то всем рассказываешь, дурачок, что ли? Знаете, там, говорит, еще 5000, говорит, а ты заткнешься на конец. Не будешь всем рассказывать, потому что, ну, такой поток народа, он не выдержит просто всем раздавать по 5000. Ну, в нашей группе 20 человек он только 9,5 тысяч, граждан по 5 дал. Вот, так что, не знаю, куда потратить на следующие выходные, не знаю, может, что-нибудь снимем, купим, съездим куда-нибудь. А у Портнова есть, как сказать, целая датабейс про каждого ученика. Про его тест-кейсы. Да, то есть, ты можешь кликать, но понравишься тебе человек, и говоришь, хочу с ним учиться, с этим, с этим, как бы, потом комплектуешь сам свой класс, там можно на домашнее уйти, обучение. То есть, все up to you, понимаешь? Понравился человек, почитал, так, ага, ага, ох, жрать готовит. Раз, нажал, бэкграунд там, я не знаю, хороший у него, там, тест-кейс, да, тест-кейс, кредит-скор хороший. Паспорт, наконец, есть, американский, понимаешь? По каким критериям ты отбирал? Как ты нас отобрал? Учеников своих, ой, учеников. Учеников, одногруппников. Как-то не выбирал, Портнов сказал, говорит, вот, а тебе еще 3000, говорит, ну, ты будешь с ними группе, и вот и все. Ну ладно уж. То есть, нас продали за 3 тысяч косаря. Не, а почему продали? Он платит мне заказы, мне услуг, нахождение с вами каждый день здесь. Каждый день по 3 штуки, нифига ты. Нет, каждый день, и месяц на платеже 3000, в месяц он мне платит, я ходил сюда, как на работу, развлекал, разговаривал. Портнов богатый мужик, что я был. Ну, расскажи, как ты сегодня возможность свою пропустил? В общем, Америка это страна возможностей, а школа Портнова это, не знаю, пятерная страна возможностей, отдельная какая-то стезя такая. Здесь зарплату просто распределяют, вот идет Портнов, а нужно, допустим, чай. Раз, такой чувак, говорит, а у меня пакетик чая. Хап, 105 тысяч зарплаты получил. А вот сегодня заходил, надо было треножку маленькую для камеры, вот, чтобы на стол поставить. 118 кейбер подал, год зарплату. Упустили, все, возможности, упустили. Так что пока открытые 118 тысяч, и, кстати, джекпот в следующем году, на следующей неделе разыгрываем 128 тысяч, если принесут специальную подставку, такую из фарфора, под камеру ему, 128 тысяч, не пропустите. Всем привет, очередной день, с школой Михаила Портнова отправил работать в Google, не хотели, конечно, женатор, все-таки подписали контракт. Сколько мне в школе-то проучился? В неделю. Так что сейчас зайдем, сходим, спросим, сколько нам здесь предложат денег, и пойдем Михаилу доложим, взяли нас, не взяли. Надеемся, что возьмут, смотрите следующую серию, как мы проходим собеседование. Что там на обед сегодня? Ты, смотрю, не пропадешь. В общем, сейчас был в одной компании, небольшая дочерняя компания от Google, разработчики одного приложения. Ну, не так уж много зарабатывают, что-то предложили 150, я думаю, не очень. Ну как? Хочешь работать в Google? Но не в магазине. В общем, тенденция такая, ребят, смотрите, покупают китайскую лабуду, там, коробку ручек за доллары, продают каждую ручку за 5 баксов с логотипом Google. Когда можно на любой презентации ее бесплатно оторвать, а здесь она продается. Делись секретом, блин. На секунду ушел, уже опять еду где-то раздобыл. Шесть слов нет. Угощайся здесь не считаю. Ты еще сходишь? Надо бы скажу, там малышки просто закончились. Короче, Ник да выносился там еды, что теперь его вон караулят, пока он не уедет. Да, нашли работу в Google. Что? Как оно? На как оно тут везде? Вы просто себе не представляете. Как ваша прогулка до машины с охраной? Вам уже security выдали? Вот такую коробочку мы стырили с едой. Проникнув в воде. Чисто случайно? Ну да. Чисто случайно открылась дверь, Никита зашел. Никто же не сказал, что туда нельзя заходить. Ни одной надписи нету, кстати, что нельзя мне туда заходить. Ну, теперь-то появится. Наверное, после меня появится. Вот взял еду и ребят накормил, зашли на себе думал, о ребятах думал, сидят там пятеро на лавочках. Ну, вынес, всех накормил. Пошел еще в другой кампус. А вот не получилось. Ну, все. Так что мы теперь не allowed там. Да, пришел мужчинка, говорит, типа, нельзя здесь тебе находиться. Мы тут за тобой наблюдаем. Оказывается, тут везде камеры стоят. И он звонил кому-то, по камере меня провожал, они его спрашивали, ну что это, козел ушел, нет русский. Он говорит, нет, нет, еще стоит там, друзей ждет. А что их тут много? Я слышу, спрашивают. Он говорит, не знаю, говорит, количество. Говорит, но он сказал, что ждет. Я его спрашиваю, говорю, как вообще сюда попасть-то, походить? Я говорю, он вообще может? Он хотя бы не смотрел номера машины? Не, ну зачем, что он, полицейский, что ли, карантинский? А то мы-то еще на интервью сюда придем. А то мы больше не придем. Да. Вот, ждите продолжения истории. В гугли поиски смогли, приехали из Тэнфорд. Что, какие впечатления? Я понял, что я жил всю жизнь не в той стране. Утром нужно походить на бары в Тэнфорде, а вечером прийти купить пивасика. Причем все легально. И никто меня не спросил, сколько мне лет, и вообще ничего не спросили. Главное продали. Замечательная страна, замечательная, Тэнфорд. Не ходите в гугл. Нет, в гугл не ходите работать, ходите учились к портному. Мы где? В общем, портному не встает удивлять. Какой ты потнел. Я ему позвонил, ревел просто. Я говорю, ну блин, в вторую очередь было, чтобы получить бесплатный сэндвич в 43-м билдинге. Охраннику Хосе привет. Который мне достал в этот момент и сказал, что тебе нужно выйти, потому что у тебя нет бейджика, потому что портному в бейджик не подходит. Нужно гугл бейджик. Ну, окей. Я позвонил Михаилу, говорю, так и так реву. Я говорю, ну блин, обидно, второй был. Он говорит, пацаны, сколько у вас? Я говорю, четверо. Он говорит, езжайте в такой-то бар, там назовете кодовое слово Портнов, все проплачено, как всегда. Поехали. Думаешь, сначала в Сэнфорд есть? А, да, в Сэнфорд есть, кстати, бесплатное пиво. Там от Портново. Здесь бесплатное, но все равно от Портново. Спасибо, Доктор Иванов. Все, пока. Пока. Ну что, какие-нибудь обновления в вашей студенческой жизни? Сейчас, подожди. Ой, сегодня же две недели, как мы учимся. Начали учиться. Всего лишь две, ребят. Что-то снимаю где-то там животное. Короче, слов нету. Да ладно. Нет, не отличайтесь. Ждем семью Портновов. Он проверяет, куда мы деньги тратим. Вот готовим чизкейк. Купили дорогущее итальянское печенье. Что-то, долларов 200 что ли стоит. Короче, херен. Все, мы платим потом. Вот купили шримков. То есть, подготовились. Он говорит, очень люблю. Ну, сказал, пивасик, по-моему, привезет какое-то или винище. Не знаю, там, что-то привезет такое дорогое, по-моему. По-моему, Малбек. 2013 год. Мне кажется, калифорнийское место. Он говорит, что-то тысяча две за бутылку стоит привезет. Красава. Вот, и сейчас пока ждем. По-портновски сделаем пару бутербродиков. Очень вкусно. Потом у нас совещание с менеджером Google. Будем разговаривать по тому, как развивать нашу систему тестирования. Прямо всяких разных приложений. Короче, так. Стандартный процесс. Каил, родненький. Спасибо. Я не знаю, что вы с вами делаете. Но мы выживаем, как можем, конечно. С вашим финансированием. Я не знаю, на нас вот эти уже. Вот, Black Box Testing проходит. Он выдал каждому Black Box, то есть Software Delivery и так далее. Каждому выдает. То есть здесь хранится вся мантра, которая нам необходима. Моя мама уже вам звонила, я точно знаю. Но вы ее не слушайте. Мне нравятся ваши Black Box. Вот. И особенно ваша икра, которую вы заказали завтра, полкило, на нашу группу, через 5-6 человек. Спасибо большое. Я не знаю, мне уже предложили делать с утра овсянку с икрой. Потому что полкило, действительно много. Что вы делаете с нами? Никита. Никита, здравствуйте. Давно не было никаких обновлений от вас. Что же вы делаете в воскресенье в 4 вечера в школе? Пришлось сегодня уйти поработать экстрем, потому что 104К, мне просто так дается. Приходится работать по выходным, потому что на неделе времени нет после учебы. Там какая-то постоянная у нас активитис. То в Сан-Франциско, то еще куда-нибудь. То опять портнов вот оплатил нам в целую экскурсию. Выкупил целую палатку большую. Привез туда красивый оркестр. Люди приехали из разных стран, нам показывали программу танцевальную, там фокусы показывали. То есть достаточно интересно. Ну, в конце как всегда шашлычок, шашлычок там. Парнов там танцевал. Всем пообещал опять хорошую работу. Каждому, кто сдаст выше определенного балла, получит денежные призы по окончанию школы. Поэтому оставайтесь с нами, ждем и посмотрим, как это у нас будет в конце. Спасибо.